Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Нагорнова. Кстати, я нахожусь на своем канале. Не забудьте подписаться на мой канал. В этом видео мы с вами рассмотрим, как создать маску программы ProShowPoduser. Я открываю программу и давайте посмотрим. Вот такую масочку я создала и покажу, как она выглядит. Создаем новый слой. Нажимаем slide. Он у нас открылся с другой стороны. Мы зажимаем его и перетягиваем с этой стороны. Мы можем открыть его двойным кликом. Открываем, добавляем изображение или видео и выбираем что-нибудь по нашей теме. Давайте вот такую лисичку выберем. Маленькая картинка. Давайте вот такую лисичку выберем. Заходим в параметры слоя. Нажимаем заполнить кадр. Вот такой у нас лисичка. Заходим в эффекты. В первом, допустим, мы его немножко... Так, мы его можем только приглядеть. Давайте мы его приглядим. Вот так он будет у нас оказываться. Во втором ключевом кадре он будет отодвигаться. Так, идем дальше. Нам нужно добавить градиент. Нажимаем на плюсик. Добавляем градиент. И нам нужен вот такой черно-белый градиент. Выбираем радиальный. И вот этот кружок, маска, как у нас работает, на том участке, где у нас белое, значит отображается больше сам рисунок. То есть картинка отображается. А по краям остаются черные, затемленные края. Мы берем болзунок и передвигаем, то есть расширяем вот этот белый круг, как солнышко. И вот примерно вот так его оставляем. Нажимаем ОК. Наша масочка готова. Но пока она у нас не работает. Нам нужно идем, нажимаем, наводя на этот слой, нажимаем правой кнопкой мыши и использовать как маску. И смотрим, как это выглядит. То есть мы видим, что по КМ у нас есть затемленные круги. И давайте посмотрим полностью наши два слайда. Вот таким образом мы создаем самые простые маски, не прибегая к программе Photoshop. Понравилось видео? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Наталья Нагорнова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!